Психология и этика делового общения. Содержание видеолекций. Первое. Проблема психологии и этики делового общения в науке и социальной практике. Второе. Проявление основных сторон общения в деловых контактах. Третье. Деловая беседа как основная форма делового общения. Четвертое. Психологические особенности переговорного процесса. Раздел первый. Проблема психологии и этики делового общения в науке и социальной практике. Успех любого дела в условиях рыночной экономики зависит не только от качества производимого товара или услуги. В не меньшей степени это связано с качеством жизни людей, их мотивами, интересами, отношением к деятельности. Эту зависимость одним из первых заметил американский социолог Элтон Мэйо. Годы жизни 1880-1949. Который обосновал теорию человеческих отношений. Согласно этой теории, именно человеческий, психологический фактор играет решающую роль в производстве. Реализация теории человеческих отношений осуществляется по следующим направлениям. Внедрение в сознание работников чувства принадлежности к трудовому коллективу как к единой семье. Разработка и функционирование системы мероприятий по повышению уровня взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Еще одно направление – это оптимизация различных мелочей в общении руководителей и подчиненных, вплоть до структуры языка, который бы не разъединял, а объединял рабочих и предпринимателей. Для решения этих задач программа подготовки будущих специалистов в области экономики и управления должно быть включено получение необходимых знаний в области психологии. С переходом к рыночной экономике западный опыт психологической подготовки руководителей стал все шире применяться и в России. Свидетельством этого является введение во многих вузах дисциплины психология и этика делового общения. Ее цель состоит в том, чтобы способствовать формированию деловых людей культуры общения, соответствующих психологических и нравственных качеств, от которых во многом зависят экономические и финансовые результаты. Психология делового общения, как составная часть комплекса психологических наук, опирается на основные категории и принципы, разрабатываемые общей психологией. Такими базовыми категориями являются психические процессы, мышление, эмоции, воля, свойства психики человека, способности, характер, темперамент, а также состояние его психики, выражающиеся в сомнении, неуверенности, убежденности, направленности на определенные действия и другое. К числу важнейших принципов, которыми руководствуются общая психология и другие отрасли психологической науки, относятся принцип всеобщей связи и причинности явлений, детерминизм, принцип системности, принцип развития. В курсе «Психология и этика делового общения» существенное внимание уделяется такой категории, как личность. Именно знание психологии и личности помогает предпринимателю достаточно четко представлять себе степень надежности партнера, его способность к соглашению, компромиссу, уровень его готовности к групповой работе. Поскольку во взаимоотношениях партнеров могут возникать конфликтные ситуации, ведущие к сбоям в выполнении служебных обязанностей, данная учебная дисциплина включает овладение специальными технологиями общения, групповой работы, дает конкретные рекомендации по обеспечению таких форм общения, как деловой разговор, беседа, обсуждение, спор, дискуссия, переговоры, торги и тому подобное. Таким образом, еще одной категорией, рассматриваемой в курсе, является общение. Всякая деловая активность невозможна без кооперации, в соединении усилий нескольких и даже многих лиц. В этом случае необходима выработка общих правил поведения, целей, интересов, потребностей. При этом современный руководитель не только обязан учитывать эти психологические феномены, но и активно участвовать в их формировании. Следовательно, психология и этика делового общения оперируют и такой категорией, как психология рабочей группы, команды, трудового коллектива. В общении психологическая сторона тесно связана с этической. Этика от латинского «этика» – обычай, нрав, учение о морали, как одной из форм общественного сознания. Этика делового общения – это совокупность нравственных норм и представлений, регулирующих поведение людей, взаимодействующих в интересах достижения определенного производственного, коммерческого или организационного эффекта. Этика делового общения имеет свою историю. На ранних этапах развития общества не существовало разрыва между этическими нормами делового общения и общими представлениями о нравственной стороне жизни. Общие нормы морали являлись здесь и нормами делового общения. Нередко принципы делового общения базировались на высших религиозных ценностях. Например, от жителей Древней Индии требовалось не обращать внимания на то, что другие люди скажут или подумают о нас, или сделают. Идти на работу так же, как солдаты идут на сражение, не заботясь о последствиях. Расценивать хорошую репутацию, честь, имя, удобные обстоятельства, комфорт, людские привязанности, как ничто, если религиозные обязательства потребуют пожертвовать ими. В отличие от восточной, западноевропейская культурная традиция предстает как более прагматичная. Экономический, материальный интерес вдвигался здесь на первый план, хотя и статусному характеру общения уделялось большое внимание. При этом статус начальника рассматривался как более привилегированный. В этой связи Аристотель писал, если исполняющий должность начальника нанес удар, то ответный удар наносить не следует, а если удар нанесен начальнику, то в ответ следует не только ударить, но и подвергнуть каре. Главнейшим критерием справедливости или несправедливости стало умение успешно вести дело. Деловой прагматизм, этика бизнеса, рыночных отношений окончательно выдвинулась на первый план и оставила за собой все человеческие, в том числе и религиозные ценности. Человек оказался в тисках противоречия, когда, с одной стороны, рыночная реальность диктует ему поведение по принципу «не обманешь, не проживешь, не пойман, не вор», а с другой – моральный долг требует от него выполнения таких заповедей, как «не укради», «не обмани» и других. Попытка преодолеть это противоречие была предпринята в рамках протестантизма в период реформации с XVI по XVII века. С точки зрения протестантов, верующие люди должны относиться к своему делу с такими же этическими нормами и энергией, как они относятся к служению Богу. Поэтому и получение прибыли рассматривалось ими как «богоугодное дело», условием которого являлось полезность своим ближним и совершение торгов с соблюдением этических норм общения и поведения в бизнесе. Такими моральными нормами выступали честность, правдивость, обязательность, трудолюбие, справедливость, соблюдение обещаний и договоров. Однако стремление к наживе, лишенное религиозно-этического содержания, приняло характер безудержной страсти и на многие годы вытеснило этику из сферы делового общения. Следует отметить, что противоречие между этикой и бизнесом весьма остро проявляется и сегодня в деловом общении. Поэтому в деловых отношениях не стоит забывать о золотом правиле морали. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Существенно важно строить деловые отношения на своего рода нравственных регуляторах, при постоянном внутреннем контроле, препятствующем беспредельному эгоизму в партнерских отношениях, который может не только повредить, но и разрушить их. Этику делового общения следует рассматривать в различных ее проявлениях, в отношениях как между предприятием и социальной средой, так и внутри одного предприятия, между руководителем и подчиненными, между подчиненными и руководителем, между людьми одного статуса. Делового общения Золотое правило этики можно сформулировать следующим образом. Относитесь к своему подчиненному так, как вы хотели бы, чтобы к вам относился руководитель. Нравственные нормы определяют то, какое поведение на службе является этически приемлемым, а какое нет. Они касаются прежде всего того, как и на основе чего отдаются распоряжения в процессе управления, в чем выражается служебная дисциплина, определяющая деловое общение. Назовем некоторые из норм и принципов общения сверху вниз. Золотое правило При использовании критики реализуйте прием бутерброда, спрятав критику между двумя комплиментами. Делайте все, чтобы защитить своих подчиненных и быть им преданным. В деловом общении снизу вверх, то есть в отношении подчиненного к своему начальнику, общее этическое правило поведения можно сформулировать так. Относитесь к своему руководителю так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились ваши подчиненные. Используя те или иные этические нормы, можно прибречь руководителя на свою сторону, сделать своим союзником, но можно и настроить его против себя, сделать своим недоброжелателем. Приведем несколько норм и принципов общения снизу вверх. Помогайте руководителю создавать в коллективе доброжелательную, нравственную атмосферу. И не пытайтесь навязывать ему свою точку зрения и командовать им. Высказывайте свои предложения и замечания вежливо и тактично. Не разговаривайте с начальником категорическим тоном. Будьте преданы и надежны, но не превращайтесь в подхалимые. Имейте свой характер и принципы. В деловом общении по горизонтали, то есть между коллегами, тоже есть свои особенности. Этическое правило поведения здесь можно сформулировать так. Относитесь к своим коллегам так же, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. Можно назвать некоторые нормы и принципы общения по горизонтали. Не требуйте к себе особого отношения или особых привилегий со стороны других. И пытайтесь достичь четкого разделения прав и ответственности при выполнении общей работы. В отношениях с коллегами из другого отдела следует отвечать за свой отдел, а не сваливать вину на других. Не посылайте недобросовестных работников для выполнения коллективного задания, так как по ним будут судить о вас и отделе в целом. Избегайте предвзятости в общении с коллегами, улыбайтесь им, называйте их чаще по имени и отчеству, но при этом не лезьте человеку в душу. Старайтесь слушать не себя, а другого. Повышение уровня этики делового общения осуществляется разными методами и способами. Например, разработка этических нормативов на предприятии, создание комитетов и комиссий по этике, проведение социально-этических ревизий, экспертиз, обучение этическому поведению. Этические нормативы делового общения и поведения должны описывать общую систему и правила этики, которых, по мнению руководства организации, должны придерживаться ее работники. Цель создания таких нормативов в том, чтобы установить нормальную нравственную атмосферу и определить этические рекомендации при выработке и принятии различных решений. Любая организация, если она дорожит своей репутацией, должна стремиться к тому, чтобы утвердить у себя высшие стандарты этики делового общения, являющиеся важнейшим компонентом бизнеса. При этом организации часто доводят этические требования до своих работников в виде печатных материалов, правила инструкции, различные книги, пособия. Смысл этического консультирования состоит в том, чтобы работники имели возможность обменяться мыслями о прочитанном, уточнить некоторые моменты, а главное, чтобы, деляясь со специалистами различными этическими соображениями, затрагивали накопившиеся проблемы коллектива, предлагали пути и способы выхода из сложных состояний. Широко применяются за рубежом и этические экспертизы, связанные с разбором конфликтов, нарушения определенных моральных норм. Чем грамотнее они проведены, тем четче установлены содержание и степень нравственной ответственности участников конфликта нарушителей, тем точнее могут быть применены меры воздействия. Вошло в практику и имиджирование. Это эффективный способ морального воздействия, заключающийся в умелом, нравственном поощрении добропорядочности поступков людей, покровительственном отношении ко всем тем, кто честен и принципиален. Для внедрения моральных знаний в формирование нравственно-этического опыта используются различного рода ролевые игры. В ходе их в занимательной форме развивается нравственное воображение, варианты оперативного принятия конкретного морального решения. Наряду с этими используются и традиционные методы морального воздействия. Это прежде всего моральное убеждение, исследование нравственным примером. В результате их применения достигается усвоение людьми этических знаний, формируются мотивы активного освоения конкретных нравственных навыков. Подражание же, примером, восконравственного поведения способствует распространению норм морали и их перерастанию в традиции и привычки. Конечно, в условиях рыночных отношений в России психологии и этике деловых отношений уделяется явно недостаточное внимание. Многие деловые люди до сих пор используют директивные способы управления, уповая только на силу материальных стимулов. Однако проблема повышения норм и стандартов этики бизнеса стала актуальна для всего мирового сообщества, и отечественные предприниматели не могут остаться в стороне от ее решения. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Обоснуйте влияние психологии и этики делового общения на экономические, социальные и политические процессы в обществе. Второе. Какие подходы сформировались в отношении к этике делового общения. Раздел второй. Проявление основных сторон общения в деловых контактах. В общении людей выделяют коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны. Коммуникация – это связь, в ходе которой происходит обмен информацией между системами в живой и неживой природе. Интерактивная сторона общения выражается во взаимодействии партнеров при организации и осуществлении совместной деятельности. Социальная перцепция проявляется в умении человека оценить уровень взаимопонимания и дать себе отчет в том, что представляет собой партнер по общению. Посредством коммуникации общения бывает двух видов – речевое, вербальное, и неречевое, невербальное. В речевом и деловом общении важное место занимает монолог. Монологическая техника общения выражается продолжительной, достаточно долгой речи, не перебиваемой другими. Обычно это развернутая, подготовленная речь в виде лекции, доклада, выступления. Для завоевания внимания аудитории опытные ораторы используют ряд приемов, к примеру, обращение к слушателю, настроенность на слушателя. Поддержание внимания осуществляется и путем приведения примеров, подробностей, повторов, цитирования, противопоставлений, намека, вставок. Диалогическая форма общения поддерживается взаимными репликами собеседников, их обращениями друг к другу, разговорной речи. Содержательной стороной диалога является обмен мнениями. Диалогическая речь отчетливо мотивирована. По содержанию и форме высказывания нередко судят о мотивах, поняв которые можно разобраться и в отношении говорящего к предмету разговора, в его осведомленности. Восточная мудрость гласит, что истина находится не в словах говорящего, а в ушах слушающего. Поэтому очень важно научиться слушать партнера, не отвлекаясь. Этому способствует нерефлексивное слушание, внимательное, понимающее молчание, дающее возможность партнеру по общению выговориться, поделиться чувствами и эмоциями, снять эмоциональное напряжение. Оно характеризуется минимальным речевым вмешательством монолог партнера с использованием приемов угу, поддакивания, поддерживающих реплик, кивков головы, легкого изменения мимики и других. Но этого недостаточно. В деловом общении необходимо сочетание нерефлексивного и рефлексивного слушания. Рефлексивное слушание представляет собой процесс расшифровки смысла сообщений. Выяснить реальное значение сообщения помогают рефлексивные вопросы, среди которых выделяют выяснение, перефразирование, отражение чувств и резюмирование. Выяснение представляет собой обращение к говорящему за уточнением при помощи ключевых фраз типа «Я не понял». Пожалуйста, уточните это перефразирование, собственная формулировка сообщения для проверки его точности. Ключевые фразы «Как я вас понял, вы думаете, что при отражении чувств акцент делается на отражении слушающим эмоционального состояния, говорящего при помощи фраз «Вероятно, вы чувствуете, вы несколько расстроены». При резюмировании подытоживаются основные идеи чувства говорящего. Для чего используются фразы «Вашими основными идеями, как я понял, являются…» И если теперь подытожить сказанное вами, живая речь дополняется множеством сведений, заключенных в так называемых невербальных элементах общения. Так, на официальных встречах деловых людей, когда принимаются меры для контроля за своим лицом, главным источником информации становится тело. Не случайно тело называют местом утечки информации. Если собеседник сидит на краешке стула, склонившись вперед, то это свидетельствует о его заинтересованности. Руки, сжатые в кулак, означают защиту, оборону. Расслабленные кисти рук указывают на спокойствие человека. Расстегнутый пиджак означает открытость, дружеское расположение. Много информации дает походка человека, который всегда строго индивидуальна. Поэтому тяжелая походка свидетельствует о состоянии гнева. Длинный шаг – о состоянии гордости. Повисшие руки – об испытываемом страдании. Частые и легкие шаги о благополучии, хорошем настроении. Чтобы не ошибиться в трактовке невербальных сигналов, нужно руководствоваться следующими правилами. Первое. Судить о человеке следует не по отдельным жестам, а по их совокупности, так как жесты могут иметь несколько значений. Второе. Жесты нельзя трактовать в отрыве от контекста их проявления. Так, скрещенные на груди в ходе беседы руки – признак скованности, недоверия к другим. Но в холодную погоду этот жест свидетельствует о том, что человек просто азерб. Третье. Следует учитывать национальные и региональные особенности невербальной коммуникации. Один и тот же жест у разных народов может иметь совершенно разные значения. Четвертое. Трактуя жесты, старайтесь не приписывать свой опыт, свое состояние другому. Пятое. Помните о второй роли, которую может определенное время играть человек. Трусливый. Надевая тогу отважного, используют и соответствующие жесты, скрывая свои недостатки. Шестое. Не забывайте о некоторых физических особенностях, которые могут влиять на проявление жестов. К примеру, люди, имеющие проблемы со зрением, щурятся, а больной полиартритом избегает рукопожатия из-за боли в суставах. Эффективность общения партнеров зависит от соблюдения зон общения, выбора варианта размещения. Рассредоточенная в большом зале аудитория значительно меньше поддается влиянию говорящего, легче выключается из общения. Если преимущественно монологические формы общения допускают традиционное расположение, оратор лицом к аудитории, сидящий рядами, то диалогические формы общения при таком расположении непродуктивны. Вот некоторые наиболее эффективные варианты размещения аудитории при диалогических формах общения. Единая команда. В центре – организатор обсуждения, остальные участники – круг заинтересованных людей. Блочный метод. Такое расположение подходит для организации диспутов, круглых столов. Участники обеспечены микрофонами. При необходимости микрофоны устанавливаются в зале. Расположение участников друг напротив друга. Этот способ размещения эффективен тогда, когда предстоит обсуждение вопросов людьми, придерживающихся противоположных взглядов. Треугольник. Участников немного, и они могут общаться непосредственно. В центре – организатор, лидер общения. Круглый стол. Роль организатора общения минимальная. Все участники находятся в равном положении. Если участников дискуссии много, то возможен еще один внешний круглый ряд. Другая составляющая общения – интерактивное. Взаимодействие представляет собой последовательность развернутых во времени реакций людей на действия друг друга. Его можно рассматривать с позиции ориентации на контроль или ориентации на понимание. Ориентация на контроль предполагает стремление контролировать, управлять ситуацией и поведением других, которые тоже желают доминировать во взаимодействии. Ориентация на понимание включает в себя стремление понять ситуацию и поведение других. Она связана с желанием избегать конфликтов, с представлением о равенстве партнеров и необходимости достижения взаимной, а не односторонней удовлетворенности. Соответственно, контролеры и пониматели придерживаются совершенно разных стратегий в общении. Первые стремятся заставить партнера принять свой план взаимодействия, навязать свое понимание ситуации. Довольно часто они действительно достигают контроля над взаимодействием. Стратегия понимателя базируется на адаптации к партнеру. Следует отметить, что попадая на вершину позиции общения, и пониматель будет превращаться в контролера, так как его обязывает положение. Следовательно, надо уметь в разных ситуациях регулировать деловое взаимодействие. Взаимодействие во многом определяется открытостью и закрытостью общения. Открытость общения – это открытость предметной позиции, в смысле способности выразить свою точку зрения на предмет и готовности учесть позиции других. Закрытость же означает неспособность или нежелание раскрывать свои позиции. Могут встречаться и смешанные типы общения. Это выглядит следующим образом. А. Одна из сторон пытается выяснить позицию другой, в то же время не раскрывая своей. В крайнем случае это выглядит как «вопросы задаю я». Б. Общение, при котором один из собеседников открывает партнеру все свои обязательства, рассчитывая на помощь, не интересуясь намерениями другого. Все эти взаимодействия асимметричны, поскольку общение осуществляется с неравноправных позиций партнеров. Смысл и содержание взаимодействия можно правильно понять через понимание модальности человека. Модальность означает принадлежность органов чувств человека к определенной сенсорной системе. Выделяют три типа людей в зависимости от способов их восприятия, мышления и памяти. Визуальный, зрительный тип характеризуется тем, что, беседуя, жестикулирует, как бы изображает то, о чем говорит. В разговоре визуал часто употребляет фразы «представьте себе», «посмотрите», «обратите внимание, это выглядит так». При этом он часто заглядывает в глаза собеседнику. Вспоминая о чем-то, визуал поднимает глаза вверх. Аудиальный, слуховой тип. Любит употреблять выражение «это звучит так». Послушайте. При воспоминании аудиал направляет взгляд влево. При разговоре он часто поворачивается к собеседнику боком, ухом, а в глаза смотрит достаточно редко. Кинестетический, двигательный тип часто употребляет слова, связанные с качественными характеристиками, такими как тяжесть, легкость, тепло, холод, например, мороз по коже, облился холодным потом, тяжелая голова и тому подобное. Вспоминая, кинестетик смотрит прямо перед собой или вниз. Успешность контакта будет зависеть от того, в какой мере вы будете подстраиваться под соответствующий тип собеседника. Следует отметить, что общение как взаимодействие протекает в форме сотрудничества, конкуренции, конфликта. Сотрудничество – форма отношения между людьми, опирающейся на идеи дружбы, взаимопомощи. Конкуренция – взаимоотношения людей, у которых отсутствует общее дело и которые преследуют свои личностно-прагматические интересы. Выигрыш одного означает проигрыш другого. Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями и чувствами, переживаемыми по отношению друг к другу. В качестве причин конфликта могут выступать два рода детерминат – предметно-деловые разногласия и расхождение личностно-прагматических интересов. Конфликты несут как деструктивное, так и конструктивное начало. При разрешении конфликтных ситуаций следует придерживаться следующих правил. Первое. Помните, что в ситуации конфликта у человека доминирует не разум, а эмоции, что ведет к аффекту, когда сознание отключается, и человек не отвечает за свои слова и поступки. Второе. Придерживайтесь альтернативных подходов и, настаивая на своем предложении, не отвергайте предложение партнера, задав себе вопрос «Разве я никогда не ошибаюсь?» Постарайтесь рассмотреть оба предложения с точки зрения того, какую сумму выгод и потерь они принесут в ближайшее время и в дальнейшем. Третье. Осознавайте значимость разрешения конфликта для себя, задав вопрос «Что будет, если выход не будет найден?» Это позволит перенести центр тяжести с отношения на проблему. Четвертое. Если вы и ваш собеседник раздражены и агрессивны, то необходимо снизить внутреннее напряжение, выпустить пар. Но разрядиться на окружающих – это не выход, а выходка. Но если все же потеряли контроль над собой, попытайтесь сделать единственное. Замолчите сами, а не требуйте этого от партнера. Избегайте констатации отрицательных состояний партнера. Пятое. Ориентируйтесь на положительное, лучшее в человеке. Тогда и его вы обязываете быть лучше. Шестое. Предложите собеседнику встать на ваше место и спросите, «Если бы были на моем месте, то что бы вы сделали?» Это снимает критический настрой и переключает собеседника с эмоцией на осмысление ситуации. Седьмое. Не преувеличивайте свои заслуги и не демонстрируйте знаки превосходства. Восьмое. Не обвиняйте и не приписывайте только партнеру ответственность за возникшую ситуацию. Девятое. Независимо от результатов разрешения противоречий, старайтесь не разрушить отношения. В ходе общения происходит построение целостного образа партнера по общению, социальной группы, формирующегося на основе оценки его внешнего вида и поведения. Участники общения стремятся реконструировать в сознании внутренний мир друг друга, понять чувства, мотивы поведения, отношение к значимым объектам. Успешно познавая других людей, индивид получает возможность более надежно определить перспективы совместной деятельности с ними. В процессе восприятия одних людей другими могут возникать различного рода ошибки. Так человека, превосходящего нас, мы переоцениваем, а стоящего ниже нас недооцениваем. Причем, если превосходство фиксируется по одному параметру, то переоценка, недооценка происходит по многим параметрам. Такие ошибки можно обозначить как фактор превосходства. Ошибки могут быть связаны и с внешними данными партнера. Если нам человек симпатичен, мы склонны считать его более хорошим, умным, интересным и наоборот. В этом случае имеет место фактор привлекательности. Лучше кажутся те, кто к нам хорошо относится, и наоборот. Это фактор отношения к нам. Причем позитивное отношение к нам порождает сильную тенденцию к приписыванию положительных свойств и отбрасыванию отрицательных. И наоборот. Негативное отношение вызывает тенденцию не замечать положительное, а выделять отрицательное. Так американские психологи провели следующий эксперимент. В течение получаса студенты общались с новым преподавателем, который с одними испытуемыми вел себя доброжелательно, а с другими отстраненно, подчеркивая социальную дистанцию. После этого студентов попросили дать оценку ряду характеристик преподавателя. Оценки доброжелательного преподавателя оказались значительно выше, чем оценки отстраненного. Анализ показывает, что механизм во всех трех случаях одинаков, хотя причины могут быть разные. В постоянном общении общих впечатлений недостаточно. Поэтому необходимо увидеть детали внешнего облика человека. Максимально привлекает наше внимание лицо партнера, в котором отражаются его эмоции. Существует семь основных выражений лица. Восприятие эмоционального состояния по лицу происходит очень быстро и точно. Многое дает и направление взгляда человека. Он или отводит глаза, или же пристально смотрит на вас. Зарубежные психологи считают, что направление взгляда связано с процессом формирования высказывания и трудностью этого процесса. Когда человек формулирует мысль, то смотрит в сторону, в пространство. Когда мысль сформулирована, на собеседника. Когда речь идет о сложных проблемах, то на собеседника смотрит меньше, когда трудность преодолевается больше. Говорящий смотрит меньше и то лишь для того, чтобы видеть реакцию партнера. Слушающий же объективно смотрит больше в сторону говорящего и посылает ему сигналы обратной связи. Воспринимая партнера, важно учитывать и возможность его самоподачи, способность вмешательства в процесс формирования своего образа у партнера, управления его вниманием. Предметы мы обычно воспринимаем в зависимости от своего настроения в данный момент. При общении с людьми восприятие осуществляется по иному принципу. Партнер может управлять нашим вниманием, надеть яркую одежду, что-то подчеркнуть в своем поведении, что-то затенить. Управление вниманием может производиться как осознанно, так и невольно. Выделяют самоподачу превосходства, привлекательности, отношения, актуального состояния и причин поведения. Самоподача превосходства опирается на некоторые объективные признаки превосходства – одежда, манера речи, поведение. Для получения результата необходимо, чтобы эти элементы были заметны, подчеркнуты и выделены. Самоподача привлекательности, как правило, заботит почти всех. Она осуществляется не за счет одежды, а за счет проделанной работы, позволяющей привести ее в соответствии с внешними данными. Самоподача отношений выражается через демонстрацию своих положительных или отрицательных чувств. В этих целях используются вербальные и невербальные способы. Главное в этих приемах – как можно скорее выразить согласие с собеседником в значимых для него вопросах и ни в коем случае не возражать. Самоподача актуального состояния и причин поведения имеет место тогда, когда внимание партнеров приковывается к тому, что выгодно нам. «Я не виноват, потому что я был вынужден» и другое. Таким образом, самоподача объективно присутствует в любом общении и может служить источником ошибок при восприятии человека человеком. Чтобы умение понимать партнера начало проявляться в деловом общении, необходимо не только и не столько знание и опыт, сколько особое отношение к партнеру, особая направленность на него. Для того, чтобы понять человека, нужно этого хотеть. Именно такой способ восприятия может обеспечить построение адекватного образа партнера. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Какими особенностями характеризуются основные формы речевого общения? Второе. Каким образом осуществляется самоподача в деловом общении? Раздел третий. Деловая беседа как основная форма делового общения. По характеру и содержанию общение можно разделить на формальное деловое и неформальное, светское, обыденное, бытовое. Деловое общение – общение, осуществляющееся по поводу и на основе определенного вида деятельности, связанное с достижением делового, производственного, коммерческого эффекта. Особенности делового общения заключаются в следующем. Партнер в деловом общении всегда выступает как личность, значимая для субъекта. Общающихся людей отличает определенное взаимопонимание в вопросах дела. Основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество. Деловое общение условно можно разделить на прямое, непосредственный контакт, и косвенное, когда между партнерами существует значительная пространственно-временная дистанция. Прямое деловое общение обладает большей результативностью, силой эмоционального воздействия и внушения, чем косвенное. В нем непосредственно действуют различные социально-психологические механизмы. Основными функциями делового общения являются следующие. Первое – информационно-коммуникативное прием и передача информации. Второе – регулятивно-коммуникативное организация взаимодействия людей в их совместной деятельности. Третье – перцептивно-аффективное восприятие людей как социальных объектов, воздействие на их эмоциональную сферу. Четвертое – аффективно-экспрессивное эмоциональное выражение состояния самого человека. Деловое общение реализуется в формах деловой беседы, деловых переговоров, деловых совещаний, публичных выступлений. Наиболее распространенной формой делового общения является деловая беседа. Под деловой беседой понимается речевое общение между собеседниками, которые имеют необходимые полномочия от своих организаций и фирм для установления деловых отношений, разрешения деловых проблем или выработки конструктивного подхода к их решению. Главная задача деловой беседы – убедить партнера принять конкретные предложения. Основные функции деловой беседы – взаимное общение работников из одной деловой сферы, совместный поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов, контроль и координирование уже начатых деловых мероприятий, поддержание деловых контактов, стимулирование деловой активности, этапы деловой беседы, начало беседы, информирование партнеров, аргументирование выдвигаемых положений, принятие решения, завершение беседы. Особую трудность представляет начало беседы. Партнеры, как правило, хорошо знают суть предмета, цель, которую они преследуют в данном общении, четко представляют желаемые результаты. Задача первого этапа деловой беседы заключается в следующем. Установить контакт с собеседником, создать благоприятную атмосферу для беседы, привлечь внимание к теме разговора, пробудить интерес собеседника. Однако многим партнерам не удается найти наиболее подходящие варианты общения, и в конечном счете они берут быка за рога, создавая условия для своего поражения. Обычный человек внимательно слушает именно начало разговора. Это делается часто из любопытствия или ожидания чего-то нового. Уже по первым, двум, трем предложениям складывается определенное впечатление о собеседнике. Выделим некоторые методы начала беседы. Первое. Метод снятия напряженности позволяет установить тесный контакт с собеседником. Шутка, которая вызовет улыбку или смех присутствующих, снимет первоначальное напряжение. Второе. Метод зацепки позволяет кратко изложить ситуацию или проблему, увязать ее с содержанием деловой беседы. Для этого можно использовать какое-то небольшое событие, сравнение, личное впечатление, анекдотический случай или необычный вопрос. Третье. Метод стимулирования воображения предполагает постановку ряда вопросов, которые во многом должны побудить интерес к беседе. Этот метод дает хорошие результаты, когда мы имеем дело с собеседником, отличающимся оптимизмом и трезвым взглядом на ситуацию. Четвертое. Метод прямого подхода означает непосредственный переход к делу без какого бы то ни было вступления. Это выглядит так. Мы кратко сообщаем причины, по которым была назначена беседа, быстро переходим от общих вопросов к существу дела и приступаем к беседе. Этот прием является холодным и рациональным. Он больше подходит для кратковременных и не слишком важных деловых контактов. Необходимо подходить к деловой беседе с позицией «выль подхода». Это означает, что необходимо поставить себя на место партнера, чтобы лучше его понять. Для этого следует чаще задавать себе такие вопросы, как «чтобы меня интересовало, будь я на месте собеседника, как бы я реагировал на его месте». Следующим этапом беседы является информирование партнера, в ходе чего мы пытаемся создать для себя и отчасти для собеседника достаточную информационную базу для последующей фазы беседы – аргументирования. Фаза передачи информации состоит из следующих элементов. Информирование собеседника – общее и целенаправленное, постановка вопросов, слушание собеседника, наблюдение за его реакциями и их анализ с точки зрения психологии. Кроме передачи информации, вопросы используются для активизации общения и направления его в нужное русло. Задаваемые вопросы можно разделить на следующие группы. Первое. Закрытые вопросы – это вопрос, на которые ожидается ответ «да» или «нет». Они задаются не для получения информации, а для получения согласия или несогласия с ранее достигнутой договоренностью. Второе. Открытые вопросы – это вопросы, на которые нельзя ответить «да», «нет». А требуется какое-то пояснение – что, кто, как, сколько, почему. Они задаются для получения дополнительных сведений, выяснения мотивов и позиций собеседника. Третья группа – риторические вопросы. Их цель – вызвать новые вопросы и указать на нерешенные проблемы. Четвертое. Переломные вопросы задаются для направления удержания беседы или выхода на новые вопросы. Например, как вы представляете себе, как вы считаете, нужна ли пятая группа? Зеркальные вопросы состоят в повторении с вопросительной интонацией части утверждения, только что произнесенного собеседником. Это заставляет его продолжить свой рассказ. В ходе деловой беседы особое место занимает аргументация. От латинского argumentatio – суждение. Это способ убеждения кого-либо посредством значимых логических доводов. Выдвигая аргументы, важно соблюдать следующие требования. Первое. Оперировать простыми, ясными, точными и убедительными понятиями. Второе. Способ и темп аргументации должны соответствовать особенностям темперамента собеседника. Третье. Вести аргументацию следует корректно по отношению к собеседнику. Четвертое. Приспосабливать аргументы к личности собеседника. Пятое. Избегать не относящихся к делу выражений и формулировок, затрудняющих аргументирование и понимание. Шестое. Пытаться как можно нагляднее изложить собеседнику свои доказательства, идеи и соображения. Рассмотрим основные методы аргументации. Фундаментальный метод представляет собой прямое обращение к собеседнику, которого мы знакомим с фактами и сведениями, являющимися основой нашей доказательной аргументации. Важную роль здесь играют цифровые примеры, которые являются прекрасным фоном. В отличие от словесных сведений, цифры выглядят более убедительно. Метод противоречия основан на выявлении противоречий аргументации партнера. По сути, этот метод является оборонительным. Метод извлечения выводов основывается на точной аргументации, которая постепенно, посредством частичных выводов, приводит к желаемому результату. Метод сравнения имеет большое значение, особенно когда сравнения подобраны удачно, что придает выступлению исключительную яркость и большую силу внушения. Метод «да, но» часто бывает, что собеседник приводит убедительные аргументы, но они охватывают или только преимущества, или только слабые стороны предложенной альтернативы. Однако, поскольку действительно редко случается так, что все говорят только «за» или «против», легко применить метод «да, но», который позволяет рассмотреть и другие стороны решения. Метод «бумеранга» дает возможность использовать оружие собеседника против него самого. Этот метод не имеет силы доказательства, но приводит к желаемым последствиям, если его применять с известной долей остроумия. Метод «игнорирование». Часто бывает, что факт, изложенный собеседником, не может быть опровергнут, но зато его ценности, значения вполне можно проигнорировать. Метод «видимой поддержки». Суть его заключается в том, что после аргументации собеседника мы ему вообще не возражаем и не противоречим, а наоборот приходим на помощь, приводя новые доказательства в пользу его аргументов. Например, вы забыли в подтверждение вашего тезиса привести еще такие факты, перечисляем их. А позже приводим свои контраргументы, опровергающие его мнение. Создается впечатление, что точку зрения собеседника мы изучили более основательно, чем он сам, и убедились в несостоятельности его тезиса. В ходе делового общения собеседники вправе делать какие-нибудь замечания. Их не надо бояться. Они означают, что вас активно слушают, следят за вашим выступлением. Они не должны рассматриваться как препятствия в ходе беседы. Назовем причины и особенности проявлений некоторых из них. Невысказанные замечания проистекают из того, что собеседник не успевает, не хочет или не смеет высказаться, и поэтому мы должны их выявить и нейтрализовать. Причиной замечаний и предубеждений является, скорее всего, неверный подход с вашей стороны. Антипатия к вам. Неприятные впечатления. Иронические, язвительные замечания являются следствием плохого настроения собеседника, а иногда и его желание проверить вашу выдержку и терпение. Замечания с целью получения информации связаны с неясностью вашей аргументации и необходимостью уточнения каких-то деталей. Замечания с целью проявить себя объясняются стремлением собеседника высказать собственное мнение. Субъективные замечания характерны для определенной категории людей, требующих к себе большего внимания. Типичная формулировка таких собеседников. «Все это прекрасно, но мне это не подходит». Объективные замечания высказываются собеседникам, чтобы развеять свои сомнения. Они искренни, без всяких уловок. Собеседник хочет получить ответ, чтобы выработать свое собственное мнение. Замечания с целью сопротивления возникают в начале беседы и не могут быть конкретными. Причина в том, что собеседник не познакомился с вашими аргументами, а тема беседы четко не определена. Как лучше отвечать на сделанные замечания? Прежде всего, их надо локализовать, то есть точно определить и ограничить ответ во времени, пространстве, сфере влияния. При этом следует использовать нетрадиционный подход, доброжелательность, ясные и убедительные интонации. Конечно, может быть и явное грубое возражение, но все же не следует отвечать грубо, даже если собеседник ведет себя некорректно. Лучше всего отреагировать с явным упором на уважение к партнеру. Можно также признать правоту собеседника. Если вы заметили, что замечания и возражения партнера являются лишь стремлением подчеркнуть свой престиж, то следует тактично почаще признавать правоту собеседника. Например, это интересный подход к проблеме, который я, честно говоря, упустил из виду. Следует проявлять сдержанность в личных оценках. Недопустимы такие выражения, как, например, «будь я на вашем месте». Особенно это относится к тем случаям, когда подобные оценки явно не требуются, или когда собеседник не считает вас своим советчиком или признанным специалистом. Многое дает лаконичность ответа. Чем более сжато по-деловому вы ответите на замечания, тем это будет более убедительно. В растянутых ответах легче заметить неуверенность. Когда следует отвечать на замечания партнера? Первое. До того, как оно сделано. Такая реакция вытекает из предварительного знания о том, что собеседник рано или поздно сделает замечание, и поэтому лучше обратить его внимание на пагубность последствий замечания для общения. Второе. Сразу после того, как оно сделано. Это наиболее принятый метод для ответа, и его нужно использовать во всех нормальных ситуациях. Третье. Позже. Смысл оттягивания в том, что человек не готов сразу дать ответ, или же реакция на замечание может поставить под угрозу весь ход беседы. Четвертое. Никогда. Отдельные враждебные замечания нужно просто игнорировать. Так же следует поступать, когда можно без ущерба признать правоту собеседника. Недопустимо всякое превосходство. Если будете успешно парировать каждое замечание собеседника, то у него сложится впечатление, что он сидит перед умудренным опытом профессионалом, против которого нет никаких шансов бороться. Не следует недооценивать значение ситуации завершения делового общения. Во-первых, оно не только закрепляет сознание человека мнение о том, кто с ним беседовал, но и нередко формирует отношение к фирме, организации. Во-вторых, ситуация выхода из общения в значительной мере влияет на последующие коммуникативные процессы, без которых не обходится деловая жизнь. Завершая деловую беседу, необходимо еще раз акцентировать внимание партнера на основных идеях смысле своего выступления. Количество идей следует сократить, а заключение сформулировать так, чтобы оно выглядело впечатляюще. При этом важно выбрать момент, когда переходить к заключению. В некоторых ситуациях необходимо оставлять убедительный аргумент для гарантированного успеха. Это может выглядеть так. Да, я забыл добавить, в случае неудачи мы все расходы берем на себя. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Какие этапы включает в себя деловая беседа? Второе. Как следует реагировать на замечания делового партнера? Раздел четвертый. Психологические особенности переговорного процесса. Особое место в деятельности современных деловых людей занимают переговоры. Длительное время господствовало представление о переговорах как о временном перемирии, в затянувшейся войне или конфронтации. Такое понимание переговоров определило и соответствующие их модели, точнее модели поведения сторон на переговорах. Таких моделей традиционно было две. С позиции силы и с позиции слабости. В первом случае участники переговоров рассматриваются как враги, цель переговоров – победа. Для достижения поставленной цели могут использоваться такие средства, как требование уступок в качестве условий для продолжения отношений, выражение недоверия, жесткое отстаивание своей позиции, неприкрытые угрозы, сокрытие своих истинных намерений, требование односторонних выгод в качестве платы за соглашение. Всевозможное давление. Поиск единственного решения, которое вынуждено будет принять противоположная сторона. Во втором случае участники переговоров – друзья. Цель переговоров состоит в соглашении. Для этого используются те средства, которые максимально этому способствуют. К ним относятся. Сознательные уступки для сохранения и развития хороших отношений и достижения согласия. Изменение позиции. Выработка и представление предложений. Раскрытие своих намерений. Способность поддаваться давлению. Поиск единственного решения того, которое охотно примет другая сторона. Как видим, в каждой из моделей есть определенные недостатки. А есть ли в таком случае вообще эффективная технология ведения переговоров? Она существует. И носит название «метод принципиальных переговоров». Он сводится к четырем основным положениям. Первое – люди. Необходимо делать разграничения между участниками переговоров и предметом переговоров. Это означает, что все участники переговоров должны прийти к пониманию того, что им необходимо работать вместе и разбираться с проблемой, а не друг с другом. Второе – интересы. Необходимо сосредоточиться на интересах, а не на позициях людей. Эта рекомендация нацелена на преодоление недостатков, обусловленных концентрацией внимания на позициях и заявлениях, в то время как цель участников переговоров состоит в удовлетворении их истинных интересов. Третье – варианты. Необходимо вначале определить круг возможностей. Речь идет о понимании того, как трудно выработать оптимальное решение под давлением. Сказывается подспудное стремление отыскать единственно верное решение. Эту трудность снимает разработка взаимовыгодных вариантов, поиск альтернатив, учитывающих общие и примеряющие, не совпадающие интересы. Четвертое – критерии. Необходимо настаивать на том, чтобы результат основывался на какой-то объективной форме. Это дает возможность преодолеть чье-либо упрямство, а усилия партнеров направить на поиск тех или иных справедливых критериев. Можно выделить ряд правил, соблюдение которых будет способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы в ходе переговоров. Первое. Следите за своей речью. Слишком громкое может ассоциироваться со стремлением навязать партнеру свое мнение. Тихая речь заставляет переспрашивать, задавать уточняющие вопросы. Торопливое создает впечатление, что вы хотите быстрее уговорить собеседника, не давая возможности разобраться в сути дела. Медленное наведет на мысль, что тянете время. Второе. По каждой проблеме старайтесь найти в нужной вам форме ключевую фигуру, от которой во многом зависит решение проблемы. Третье. Партнер должен видеть представителей фирмы, в которой царит взаимопонимание и уважение. Ни при каких обстоятельствах не вступайте в присутствие партнера в словесную перепалку. Не обрывайте говорящих подчиненных. Не указывайте на их ошибки. Кроме этого, в целях успеха переговоров необходимо придерживаться и ряда конкретных требований. Прежде всего, следует вести себя рационально, взвешенно, даже если другая сторона проявляет эмоции. Необходимо стараться понять партнера, с вниманием отнестись к его точке зрения. В любом случае, стоит постараться войти в контакт с противоположной стороной, даже если вас не намерены слушать. Используйте достоверные данные. Не вводите противоположную сторону в заблуждение, так как это ослабляет силу аргументации, затрудняет дальнейшее взаимодействие. Избегайте поучительного тона. Будьте открыты для контактов. В то же время важно быть готовым ко всякого рода хитростям со стороны партнеров на переговорах. Часто ими используются спекулятивные методы аргументации. Так, техника преувеличения состоит в обобщении, преждевременном составлении выводов. Техника анекдота реализуется путем остроумных или шутливых замечаний, которые могут полностью свести на нет тщательно выстроенную аргументацию. Техника использования авторитета состоит в цитировании известных авторитетов, мнения которых ценится партнером. Техника дискредитации базируется на том, чтобы поставить под сомнение положительные личностные качества партнера. Ведение переговоров во многом имеет национальную окраску. Для американского стиля ведения переговоров характерен хорошие настроенные переговоры, энергичность, внешние проявления дружелюбия и открытости. Американцы любят не слишком официальную атмосферу переговоров, ценят шутки и хорошо реагируют на них. Одновременно с этим проявляется и эгоцентризм. Часто они исходят из того, что их партнер должен руководствоваться теми же правилами, которым следуют и они. В результате не исключено возникновение непонимания между участниками переговоров. Американский стиль характеризуется профессионализмом. Члены делегации относительно самостоятельны при принятии решений по сравнению с членами делегации других стран. Довольно настойчиво стремятся реализовать свои цели на переговорах, либо торговаться, часто применяют пакетную тактику решения вопросов, придают значительное внимание освещению переговоров в печати. Французский стиль ведения переговоров проявляется в избегании официальных обсуждений вопросов один на один. Но их поведение может кардинально меняться в зависимости от того, с кем они обсуждают проблемы. Французы уделяют значительное внимание предварительным договоренностям и предпочитают заранее обсудить те или иные вопросы. Они менее свободны и самостоятельны при принятии окончательных решений. Ориентируются на логические доказательства и исходят из общих принципов. Они достаточно жестко ведут переговоры и, как правило, не имеют запасной позиции. Часто выбирают конфронтационный стиль взаимодействия, используют французский язык в качестве официального языка переговоров. Китайский стиль ведения переговоров характерен тем, что переговоры разбиваются на отдельные этапы. Первоначальное уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап. На начальном этапе внимание уделяется внешнему виду партнеров, манере их поведения. Эти показатели служат индикатором для определения статуса каждого из участников переговоров. Китайцы ориентируются на людей с более высоким статусом, как официальным, так и неофициальным, и на партнеров, которые выражают симпатии китайской стороне, через которых можно повлиять на позицию противоположной стороны. Дух дружбы имеет для китайцев на переговорах большое значение. Обычно окончательное решение принимается китайской стороной не за столом переговоров, а в домашних условиях. Одобрение достигнутых договоренностей со стороны центра практически обязательно. В китайских делегациях обычно много экспертов. Японский стиль ведения переговоров интересен тем, что если японцы встречаются с ярко выраженной уступкой, то отвечают тем же. Практически не используют угроз выпадов. Стремятся избегать обсуждений и столкновения позиций в ходе официальных переговоров, а также участия в многосторонних встречах. Уделяют большое внимание развитию личных отношений с партнером, причем стремятся подробнее обсуждать возникшие проблемы. Механизм принятия решений сложный и длительный, с различными согласованиями и утверждениями. Японцы чувствительны к общественному мнению. Можно назвать нюансы других стилей. Так для немцев более вероятно вступление в те переговоры, в которых они с достаточной очевидностью видят возможность найти решение, тщательно прорабатывают свою позицию, обсуждают проблемы последовательно, одну за другой. Англичане в меньшей степени уделяют внимание вопросам подготовки переговоров. Они подходят к ним с большой долей прагматизма, полагая, что в зависимости от позиции партнера на самих переговорах им может быть найдено оптимальное решение. Они достаточно гибки и охотно отвечают на инициативу партнера. Для арабов важно установление доверия между партнерами. Общение в деловой обстановке, о вариантах которого мы только что говорили, требует от людей определенного порядка действий. Это связано с теми нормами этикета, которые складываются в различных сферах человеческой жизни. Этикет от французского. Этикет – установленный порядок поведения где-либо. Деловой этикет – важнейшая часть морали профессионального поведения предпринимателя. Его знание является необходимым качеством делового человека и существенно влияет на качество и результативность его деятельности. Существующие данные свидетельствуют о том, что из общего числа выгодных для отечественных предпринимателей сделок около 70% не состоялись в силу отсутствия у многих российских бизнесменов необходимых правил делового общения, соответствующего уровня культуры поведения. Поэтому этими качествами, приемами необходимо овладеть и постоянно их совершенствовать. Зная зависимость успеха в бизнесе от умения правильно вести себя в различных ситуациях, японцы тратят на обучение хорошим манерам и консультациям по вопросам этикета «Сотни миллионов долларов в год, что окупается с лихвой». Этикет – явление историческое. Он возник в период зарождения абсолютных монархий и использовался для возвеличивания царственных особ, а также для закрепления иерархии внутри самого классового общества. Этикет фиксировал и национальные различия. От знания этикета, выполнения его правил часто зависела не только карьера, но и жизнь человека. По мере общественного прогресса были выработаны взаимоприемлемые, признаваемые во многих странах правила этикета, закрепленные в обычаях и традициях. Этикет стал предписывать нормы поведения на работе, на улице, в гостях, на приемах, в театре, в общественном транспорте и так далее. Правила этикета, облаченные в конкретные формы поведения, указывают на единство двух его сторон – морально-этической и эстетической. Морально-этическая сторона состоит в выражении нравственной нормы в виде предупредительной заботы, уважения, защиты и так далее. Вторая сторона – эстетическая, свидетельствует о красоте, изяществе форм поведения. К примеру, для приветствия необходимо использовать не только обращение «Здравствуйте», «Добрый день», но поклон, кивок, жест рукой. Вполне уместно улыбка и остановка на несколько секунд. Это покажет, что вы цените партнера, подчеркиваете свои добрые чувства к нему. Усиливает силу обращения упоминания имени или имени и отчества. При вербальном общении важно найти наиболее подходящий вариант обращения к партнерам. Наиболее часто используются такие дамы, господа, судари и сударыни. Участвуя в культурно-массовых мероприятиях, следует пребывать на них в установленное время. Максимально допустимое опоздание – 15 минут. На прием, начинающийся до 8 часов вечера, можно прийти в костюме любого неяркого цвета, а после этого часа – в темном костюме. Во всех случаях на прием надевается рубашка белого цвета. Дамская сумка должна быть маленькой. Садясь в глубокое кресло или за трапезу, следует совсем расстегнуть пиджак. Гости садятся за стол по приглашению хозяина. Муж и жена не должны садиться рядом. Мужчины за столом оказывают внимание своим соседкам справа и слева, независимо от того, знакомы ли они. Знакомство и представление должно происходить до рассаживания за столом или в перерыве. На торжественных приемах мужчины выслушивают тосты, как правило, стоя. Женщины могут сидеть. Если произносящий тост в начале речи поднял бокал до уровня груди, то это означает, что мужчин приглашают встать. Нужно обязательно поблагодарить за угощение хозяйку или ее и хозяина. Если женщины поднялись из-за стола, то мужчины должны сделать то же самое. Когда они выйдут, можно снова сесть. При объявлении танцев каждый мужчина должен пригласить хозяйку или ее взрослых дочерей. При осуществлении деловой переписки важно помнить, что письмо не должно быть длинным. Лучше всего уложиться на одной странице машинописного текста. По содержанию письмо должно быть четким, ясным, понятным. Желательно, чтобы предложения в нем были короткими и не содержали лишних прилагательных наречий. Следует стремиться к тому, чтобы письмо передавало индивидуальность автора, организации, в которой он работает. Но и при высоком уровне стандартности не лишне выделить интересы адресата, использовать элементы юмора. Такое письмо быстрее читается и лучше запоминается. Деловое письмо должно строиться на основании следующего алгоритма. Внимание, интерес, просьба, действие. Важно помнить, что определенное впечатление оставляет не только содержание, но и сам конверт, бланк фирмы. Корреспонденция может быть представлена в виде торгового соглашения, сделки, ответного письма с благодарностью, поздравления, извинения, требования и запроса, соболезнования. Все эти послания могут подразделяться на формальные и неформальные. В современную деловую жизнь невозможно представить без телефона, но умение говорить по телефону присуще не всем деловым людям. Наиболее характерны следующие недостатки. Неясная цель разговора. Импровизация вместо того, чтобы подготовиться к разговору. Отсутствие плана разговора. Неблагоприятное время для звонка. Долгий поиск номера абонента. Монологи вместо выслушивания ответов на поставленные вопросы. Неконкретные договоренности. При подготовке к деловому разговору по телефону постарайтесь ответить на следующие вопросы. Какую главную цель вы ставите перед собой в предстоящем телефонном разговоре? Можете ли вы вообще обойтись без этого разговора? Какие вопросы вы должны задать? Готов ли к обсуждению предлагаемой темы собеседник? Какие вопросы может задать собеседник? Какой исход переговоров устроит или не устроит вас его? Какие приемы воздействия на собеседника вы можете использовать во время разговора? Как вы поведете себя, если ваш собеседник А. решительно возразит, перейдет на повышенный тон Б. не отреагирует на ваши доводы В. проявит недоверие к вашим словам информации По окончании делового телефонного разговора Потратьте 3-5 минут на анализ содержания и стиля разговора Проанализируйте свои впечатления Найдите уязвимые места в разговоре Постарайтесь понять причины своих ошибок Рекомендуемые темы для обсуждения Первое. В чем суть основных моделей переговорного процесса? Второе. Какие требования этикета следует соблюдать При организации переписки и телефонной связи?